мы уже сняли ролик под названием конденсатор в цепи переменного тока и нам казалось что мы и в все подробно рассказали но судя по вопросам некоторых наших зрителей и даже по критике в наш адрес кое-что осталось недостаточно проясненным при этом они рассуждают так электрический ток это движение зарядов а конденсатор это две пластины промежуток между которыми заполнен воздухом или каким-нибудь другим диэлектриком и этот зазор это разрыв цепи заряды через него проходить не могут если только не случится пробой и это утверждение совершенно правильное и так и написано в определении школьного учебника в 10 классе электрический ток это движение заряженных частиц как же вы тогда спрашивают наши зрители утверждаете что по участку цепи с конденсатором течет электрический ток и здесь нам надо разобраться с теми словами которые мы употребляем и с теми понятиями которые стоят за этими словами а начнем мы наш разговор с того что воспроизведем простой опыт по протеканию электрического тока через цепь содержащую конденсатор для наглядности мы сделали конденсатор из тонкого лавсанового листа на который с двух сторон наклеили алюминиевую фольгу емкость этого конденсатора мы измерили она оказалась равной 10 нанофарадом чтобы показать что цепи действительно течет электрический ток мы включили последовательно с конденсатором два светодиода они соединены параллельно и навстречу друг другу подадим напряжение на частоте 10 килогерц и светодиоды зажглись значит в цепи действительно течет электрический ток повторим еще раз что происходит зарядами на обкладках конденсатора за один период колебаний напряжения на первой четверти периода напряжение растет и вместе с ним растет и заряд на одну обкладку приходят отрицательно заряженные электроны а с другой обкладки электроны уходят и она заряжается положительно на второй четверти периода напряжение падает электроны уходят с левой обкладки и приходят на правую. Обкладки разряжаются. На третьей четверти электроны продолжают покидать левую обкладку и она заряжается положительно, а правая обкладка наоборот заряжается отрицательно. И наконец на четвертой четверти периода направление движения электронов по подводящим проводам снова меняется на противоположное. Электроны уходят с правой обкладки и приходят на левую, нейтрализуя ее положительный заряд. И конечно никакого движения зарядов через промежуток между обкладками не происходит. И в этом натуральном первичном смысле электрический ток через конденсатор не течет. При этом по проводам, подведенным к конденсатору, электрический ток конечно же течет. Правда ток этот течет весьма своеобразно. На частоте 10 килогерц электроны в проводах нашей цепи совершали колебания с амплитудой порядка одного микрона. Все это очень интересно и все это надо понимать и инженер, который проектирует электрические схемы, конечно знает об этом. Но работает он совсем в другой картинке. Конденсатор для него это функциональный элемент, который позволяет решать разные задачи. Например, сглаживать колебания напряжения в электрической цепи или сдвигать фазу тока относительно фазы напряжения. И чтобы увидеть этот сдвиг фазы, подадим на конденсатор переменное напряжение и построим графики напряжения на конденсаторе и силы тока в цепи. На графике хорошо видно, что ток опережает напряжение почти на 90 градусов. А почему так происходит, мы подробно разобрали в ролике конденсатор в цепи переменного тока. А на уровне теоретических основ электротехники мы рисуем на схеме участок цепи с конденсатором и говорим, что ток, текущий через конденсатор, это производная заряда по времени. Заряд равен произведению емкости на напряжение, поэтому ток пропорционален производной напряжения. Если напряжение меняется по синусу, то ток меняется по косинусу и опережает напряжение по фазе на 90 градусов. А как устроен конденсатор внутри? Какой заряд имеют носители электричества и как именно они движутся, нам при этом абсолютно не важно. Более того, инженеры электротехники вообще могут представлять ток и напряжение комплексными величинами. Но искать мнимую единицу внутри проводов нет никакого смысла. Это просто удобный язык для описания реальности, для расчетов, а не сама реальность. И поэтому, когда мы обсуждаем что-нибудь содержательное, нам очень важно понимать, в каком языке мы, описание мы находимся. Если мы этого не делаем, то мы рискуем впасть в спор о словах, а не о том предмете, о котором мы хотим поговорить. И надо заметить, что говоря о конденсаторе, мы еще не затронули вопрос о токах смещения в пространстве между обкладками конденсатора, в каком смысле это токи и в каком смысле они существуют. И этому мы посвятим еще один отдельный ролик. А теперь наш заключительный вопрос. Когда мы делали опыт с конденсатором и светодиодами, мы включили в цепь сначала только один светодиод, рассчитывая на то, что он будет гореть каждые полпериода. Но когда мы подали переменное напряжение, светодиод на мгновение вспыхнул и больше не горел. Мы немного подумали и вместо одного светодиода поставили два соединенных параллельно навстречу друг другу. И после этого все было в порядке. Спрашивается, почему один светодиод в такой цепи не работает? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok